Спасибо большое за приглашение. Я уже здесь один раз читал мини-курс, мне очень понравилось, и поэтому те, кто слушал мини-курс, видимо, что-то, может быть, запомнили про эту тему. Так что я начну с очень простых вещей. Вот есть уравнение Леувилля. Что такое уравнение Леувилля? Есть простейший пример. Волновое уравнение решается явно, есть явная форма. Другой пример – уравнение Сайн-Гордон. Явной формулы нет, решается очень сложно. Третий пример – возьмем половину экспонента. Е в степени Фи. Это и есть уравнение Леувилля, решается так же просто, как и то уравнение. И все это – пример. Это уравнение Леувилля. Это уравнение Сайн-Гордон. Это уравнение Леувилля. Физический смысл этого уравнения мы прекрасно знаем. Физический смысл этого уравнения – это нелинейные колебания, распространение волн, классическая теория поля. Физический смысл этого уравнения больше подходит, если мы его запишем в комплексных координатах. Если мы комплексифицируем, ведем комплексные координаты, то уравнение приобретает вид… Давайте здесь напишем 1,2. Помню, что это половинка синуса. То уравнение приобретает вид… И это уравнение имеет отчетливый геометрический смысл. Смысл поля… Здесь поле Фи – скалярное поле. Здесь тоже поле Фи – скалярное поле. Здесь поле Фи, Е в степени Фи, Дз в квадрате – это конфорная метрика. Конфорная метрика на двумерной поверхности с комплексными координатами Z и Z чертой. И это уравнение эквивалентно условию, что гауссовая кривизна постоянно и равняется минус единице. Вот такой смысл этого уравнения Лиу-Виль. И локально оно решается явно. Есть явная формула. Формула Лиу-Виль. Что если мы… То есть в степени Фи, можно представить, как… Как решение Даламбера, которое я не написал. Решение Даламбера параметризуется двумя вещественными функциями от одной переменной, локальной. Решение уравнения Лиу-Виля параметризуется одной галоморфной функцией. Галоморфная функция. Локально. Естественно, с условием, чтобы мнимая часть где-то в области. В области. Такой вот области Д. Комплексной плоскости. С единственным условием, чтобы мнимая часть не обращалась в ноль. Легко проверить, что это такая функция. Вы можете подставить. Уравнение Лиу-Виля. Это формула Лиу-Виля. Но это локальная теория. Глобальная теория состоит в том, что… Следующий этап. Мы рассматриваем либо рименовую поверхность. Конечного рода. Здесь нарисовано рода 2. Можно брать бесконечного рода. С границей. Можно брать, выкалывать особые точки. Сажать особенности. И тогда можно снова рассмотреть это же уравнение на римной поверхности. Смысл в том, что при замене в картах, в двух картах с комплексными координатами на поверхности У и В, в пересечении это уравнение меняется к варианту. Это смысл, что Е в степени Фи – это плотность метрики. Смысл состоит в том, что если у вас поверхность, это римная поверхность Х, покрыта картами, неким атласом, то в каждой карте задана вещественная функция, вещественная гладкая функция Фи-Альфа. Если есть функции перехода, то соответствующие поля переклеиваются при помощи такой формулы, где заданы карты, атлас с функциями перехода Ф-Альфа-Бет. Тем самым Фи-Альфа есть тензор вот такого вида. И тогда при такой замене переменной Е в степени Фи преобразуется как метрика. Говоря физическим языком, Е в степени Фи – это тензор типа 1,1. Это и значит, что плотность римной метрики. И тем самым тогда вопрос о решении уравнения Лиу-Вилля на такой или иной поверхности становится очень нетривиальной задачей. Это нелинейное уравнение в частных производных. И его решение было дано очень давно Пикаром для случая компактных римновых поверхностей, Пуанкаре для случая римновых поверхностей с проколами. И, собственно говоря, можно показать, что решение этого уравнения, если есть решение этого уравнения, то решается проблема униформизации римновых поверхностей. Именно для данной римной поверхности Х существует Фуксова группа гамма, так что Х, как комплексное многообразие, изоморфно фактору плоскости Лобачевского по действию дискретной группы гамма. Вот так я вкратце очень быстренько обрисовал как бы решение то, что происходило за сто лет где-то в девятнадцатом веке. Это решение проблемы униформизации римновых поверхностей. В принципе, уравнение Лиу-Вилля использовалось как такая некая экзотика для построения гиперболических поверхностей в трехмерном пространстве, вложения. Если вы посмотрите, например, основание геометрии Гильберта, там в одном из приложений у вас участвует как и уравнение Сайн-Гордон, имеет геометрический смысл, так и уравнение Лиу-Вилля. И, собственно, как бы это уравнение решается. И обратная вещь. Если вам известно, что римновая поверхность униформизуется, таким образом есть фактор плоскости Лобачевского по действию фуксовой группы, тогда, естественно, пишется решение уравнения Лиу-Вилля. Потому что плоскость Лобачевского можно реализовать как верхнюю полуплоскость с римновой метрикой. Это метрика постоянной отрицательной кривизны. Имеет кривизну минус 1. Теперь, если у вас есть такой изоморфизм, что римнова поверхность есть фактор, то имеется накрытие. И, соответственно, метрика отсюда спускается вниз. И спущенная метрика в точности имеет вид е в степени φ. То есть эти две задачи эквивалентны. На этом кончается классическая теория. Уравнение Лиу-Вилля. Квантовая теория уравнения Лиу-Вилля. Квантовая теория Лиу-Вилля. Берет свое начало с работы Полякова по теории бозонной струны. Александр Маркович Поляков в 1981 году предложил новый подход к теории бозонных струн, где струна вкладывалась в виквидовое пространство произвольной размерности D. И в размерности D, отличной от 26, при таком эвристическом подходе, который использовал континуальный интеграл, возникала конформная аномалия. Так называемая конформная аномалия. И поэтому до Полякова физики рассматривали только размерность D, равная 26. Так называемая критическая размерность, в которой конформная аномалия отсутствовала. И физики говорили, что бозонная струна квантуется только в этой размерности. Поляков впервые отметил, указал на то, что бозонная струна квантуется в пространстве, может быть, вложена в пространство произвольного числа измерений, но при этом возникает конфорная аномалия, которая дается квантовой теории Леувиль. И для того, чтобы решить полностью бозонную теорию струны в пространстве D измерений, нужно построить квантовую теорию Леувиль. И у Полякова гипотеза была в том, что D, размерность равная 4, это особая размерность, в которой происходят некие сокращения в квантовой теории. Так Поляков надеялся доказать, что действительно размерность пространства-время 4, а не что-то другое. Но до сих пор построение квантовой теории Леувиль остается открытой задачей. И вместо этого подхода физики стали использовать более простой подход. Они решили, что там, где аномалия сокращается, там и есть правильная разверность. Что на самом деле размерность пространства-времени 26. Но это бозонная струна, а есть еще так называемая фермионная струна. Фермионная струна. Или суперструна. Там критическая размерность есть 10. И вот вне критической размерности тоже возникает квантовая теория Леувиля. Вместо того, чтобы изучать сложную задачу, можно рассмотреть самый простой случай, в который сложность отсутствует. Но за это плата состоит в том, что размерность пространства-времени 10. И отсюда вот есть теория, что вот 6 размерностей сворачивается в Калаби-Яу и прочее, вот то, чем занимаются физики последние 20 лет, идет отсюда. А я расскажу, мы вернемся назад. 31 год назад и рассмотрим, что же такое квантовая теория Леувиля. И здесь просто я вместо того, чтобы изложить сперва известный результат, я лучше сразу поставлю математическую задачу, которая в полном объеме не решена. И вот эта задача очень интересна в том смысле, что как вот мы рассматриваем произвольные случайные траектории, и мы рассматриваем сумму по путям, фейминовский интеграл, мы можем этой сумме по путям придать точный смысл в унивом времени, как интеграл по мере Вина. То есть, напишем так, сумма по случайным путям, ну, конечно, можно сказать, с весом, с весом, с весом, е в степени минус длина, условно говоря. Это эквивалентно интегралу по мере Винера. По мере Винера. Теперь поставим такую же, следуя Полякову, такую же задачу, сумма по случайным поверхностям. Здесь пути одномирные объекты, следующие поверхности, по случайным поверхностям. Поверхности. С весом, с весом е в степени минус площади. Вес выбран так положительно, что вес затухает, чтобы сумма сходилась в каком-то смысле. Это эквивалентно неизвестно чему. Вот это вопрос. Сейчас я постараюсь это сформулировать более точно. Это представляет собой очень интересную математическую задачу. Видимо, самую важную в конфорной теории Поля и вообще во всех областях. И мы это сформулируем. После этого, предполагая, что такая мера существует, мы получим некие следствия, которые можно доказать математически. Но основной вопрос именно в этом. И это, я считаю, важнейшая задача. Я даже не знаю, это интегрирование в бесконечно мерных пространствах или теории вероятности. Это можно называть по-разному. Но сейчас давайте это попробуем сформулировать более точно. Потому что это такое было введение. Сейчас я постараюсь описать, что же мы рассматриваем, какие объекты мы рассматриваем. Значит, можно рассмотреть самый простейший случай. Вот здесь у нас есть римная поверхность нарисована. Можно рассмотреть рот ноль, то есть просто сферу. Но, как известно, на сферу нельзя посадить метрику отрицательной кривизны. Гладкую везде. Потому что сферы круглые. Но зато можно посадить метрику. Но зато если мы разрешим в каких-то точках иметь бесконечную кривизну, тогда постоянная отрицательная кривизна везде разрешается. Потому что она компенсируется бесконечной положительной кривизной в этих особых точках. То есть, говоря математически, мы рассматриваем решение уравнения Лиуи. Значит, у нас сфера. сфера Риммана. Рассматриваем решение сферы Риммана. Мы это напишем, как это есть сфера Риммана, без n точек. Мы выкалываем n точек. n точек. Например, последние три можно нормировать 0,1 бесконечности. И понятно, чтобы посадить постоянную отрицательную кривизну нужно иметь как минимум три точки или больше. И тогда рассматривается уравнение Лиуи-Виллиан. Везде, кроме этих точек. И предполагается, что функция e в степени фи имеет такую асимптотику. Когда мы приближаемся к этим особым точкам, она обращается в бесконечность. Вот таким образом, когда z стремится к zi. Где αi, так называемые веса или показатели, αi положительные между нулем и единицей, например. Это означает геометрически, что мы рассматриваем конические сингулярности. Что реально имеют конические сингулярности. Можно рассмотреть случай α равной единице. Тогда будет касп. Будет вершина, уходящая на бесконечность. И эта асимптотика чуть-чуть меняется. Тут некая константа. Я так написал, напишу вот так. Это могут константы. Вот это четко поставленная математическая задача. Нелинейное уравнение в частных производных с такими гран условиями. Имеет решение, существует, единственное обладает всеми нужными свойствами. И тем самым можно рассматривать такие объекты E в степени φ. Это метрика. А можно рассматривать E в степени αφ. E в степени αφ. И теперь можно рассмотреть следующую задачу. Следующую задачу. Прежде чем ее сформулировать, отметим, что уравнение Леувиря само по себе является уравнением Эйлера Лагранжа для некой простой вариационной задачи. Как вариационное исчисление мы пишем такой функционал по множеству функций φ в неком классе. Этот класс надо описать более аккуратно. Я пока его напишу так. Это можно прочесть. Мы пишем такой функционал. Интегрируем по всей комплексной плоскости по Мерри Лебега. И если не обращать внимание на сходимость интеграла, а просто его проварьировать, как написать вариация, как классические механики, что вариация равна нулю, это эквивалентно уравнению Лювеля. Уравнение Лювеля. Вариационный принцип. Ну, конечно, это надо написать аккуратнее, потому что если вы напишите, как ведет себя φ в окрестности особых точек, то этот интеграл будет расходиться. Этот интеграл расходится. Расходится при z, стремящемся к z его надо регуляризовать довольно стандартным образом. Я просто напишу такой знак, означая, что есть некая регуляризация расходящегося интеграла. Именно я просто опишу словами, чтобы не загромоздать формулами. Мы берем эти особые точки, окружаем их маленькими кружками радиуса ε, вычитаем расходимость и еще интегрируем вдоль границы, как в теореме Стокса, и вычитаем, устремляем к пределу ε стремится к нулю. То есть есть некая регуляризация. Существует естественная регуляризация этого интеграла S. Так что эта формула задает функционал на пространстве всех гладких функций φ с такими асимптотиками в особых точках. И тогда то, что написано в кавычках, имеет прямой смысл. Что можно показать, как в вариационном исчислении, что вариация действия в точности дает это уравнение любви. Это все, кстати, было известно Пуанкаре. Пуанкаре это все использовал. И даже больше. Это мы увидим еще один ингредиент. Теперь следующее, то, что нужно посчитать было Полякову для того, чтобы решить теорию струны в любой размерности, нужно было посчитать следующие корреляционные функции. Именно у нас есть поле φ. поле Леувилля. Так будем его называть. Это просто слова. В данном случае так, но удобно. Поле Леувилля. Значит, рассмотрим такие операторы. Ну, вот, пока функционалы. Е в степени альфа, φ в точке z. Ну, φ функция от z и z с чертой. Потому, что я обозначаю функции от одного переменного гламорфные функции, а функции негламорфные обозначаемые от двух переменных. Тогда просто определим на физическом уровне строгости корреляционные функции. Основной объект теории Леувилля это корреляционные функции. Это называется снова еще одно словечко из жаргона это примарное поле. Примарное поле с зарядом альфа. Все это опять слова. Можно их не произносить. И тогда корреляционные функции примарных полей. Зачем я эти слова ввел? Примарных полей. Я их сейчас опишу на физическом уровне строгости. Если мы эти все корреляционные функции знаем, мы знаем всю теорию. Если вы знаете немного квантовую теорию поля, обычно корреляционные функции операторов нужно брать произведение операторов, брать среднее по вакууму. Эти операторы заданы где-то в гильбетовом пространстве и там нужно все это их упорядочивать. Но в принципе есть такая теорема Гельфанда Сигала Наймерка, которая говорит, что все гильбетово пространство и все операторы можно восстановить, зная все корреляционные функции. Можно квантовую теорию поля описывать двумя эквивалентными способами. Либо при помощи гильбетового пространства состояний операторов, точнее операторов однозначных обобщенных функций и вакуума, физического вакуума в этом гильбетовом пространстве. Либо при помощи корреляционных функций, которые, конечно, это функции многих переменных, зависят от зарядов, которые должны удовлетворять некоторым соотношениям. И эти два подхода эквивалентны. Подход при помощи корреляционных функций более математический, Потому что он как бы связан с теорией вероятности И использует функции многих переменных Сейчас мы их введем И это будет основной объект Который нужно определить по-настоящему Но на физическом уровне Можно вывести некие очень интересные свойства Этих коррекционных функций Которые можно проверить В так называемом квазиклассическом приближении Где квантовая теория исчезает Остаются некие соотношения Между корректно определенными математическими объектами Вот собственно это и показывает Что все эти вещи имеют правильный смысл Значит пишем Что коррекционная функция Примарных полей Просто что это значит Это значит мы У нас есть Вот особые точки Мы сюда вставляем операторы Просто это точки вставки операторов Операторы живут в этих точках В этих точках происходит некое такое Приложение силы Берем их произведение И вычисляем Но это мы задаем при помощи интеграла Как это задавали бы Теории Броуновского движения Но здесь уже не Броуновское движение А именно это вот Это уже правая часть не имеет физ смысла Не имеет математического смысла Но имеет физ смысл В каком-то смысле Сейчас я напишу две формулы И на этом надеюсь остановиться Потому что нужно Сейчас нам вернуться К математическим Объектом Вот смотрите Здесь у нас есть сфера И мы вставляем операторы Вот в эти точки Но у нас сфера гладкая И поэтому здесь мы берем Вот такие значения У нас есть метрика На сфере Е в степени φ от z Z с чертой Dz в квадрате Это φ от z Это не функция Это метрика на сфере Риммана Z это координата На сфере Риммана Без одной точки Если мы хотим Определить φ В другой карте Мы определяем Как метрику То есть она меняется Это не есть функция И здесь мы интегрируем По всем гладким Метрикам на сфере По всем гладким Конформным метрикам Вот такой интеграл И это Как понимается φ Атмоса? Гладкие Пока гладкие Здесь я интегрирую По гладким Здесь я пишу Просто интеграл Можете, что гладкие Там они где-то С компактным носителем Если хотите Пока так Теперь мы сделаем Следующую вещь Мы замечаем Что это экспоненты И здесь экспоненты И тогда Можно эти поля Внести в интеграл Если использовать Дельта функции Это как бы Вычисление Поля в точке Есть результат Интегрирования Произведения Есть результат Применения Дельта функции В этой точке К полю Поэтому это Можно написать Так Последний этап Я напишу Наверху Это можно Написать так Это будет Основной формулой Это интеграл По всем Метрикам Сингулярностями Сингулярностями Вот этим Я их обозначу Звездой Сингулярностями А интегрируем мы Просто Я пишу экспоненты Чтобы было удобно Экспоненты А здесь Мы То есть Мы загоняем Эти показатели Альфа 1 Альфа n В действие И вот то действие Льювили Которое я писал Вот теперь Там я не писал Букву s От φ S от φ Это действие Заданное На полях С такими Сингулярностями То есть Здесь происходит Такой Обмен Вместо того Чтобы интегрировать По гладким Метрикам Но Произведение С мерой Мы меняем Область интегрирования На сингулярные А интегрируем Просто Е в степени Действия От φ По всем полям φ Вот этому объекту Надо придать Математический смысл То есть Это Это Интегрирование Интегрирование По Случайным Метрикам По случайным Метрикам Сингулярностями Сингулярностями По случайным Метрикам На двумерных На двумерных На двумерных Поверхностях Просто на Да На двумерных Поверхностях Почему так делается? Потому что смотрите Если вы напишите Если вы напишите Просто действия Интеграл Который там указан Для гладких Функций То его Критическая Точка Где Вариационная Производная Обращается в ноль Дает Метрику Постоянной Отрицательной Кривизны На сфере Таких нет У него нет Критических Точек У этого Интеграла У этого Функционала Уже есть Критическая Точка Потому что Он дает Его Критическая Точка Это есть Решение Уравнения Леувиля С такими Особенностями И это Существует А зачем Это надо Это надо Потому что На самом деле Здесь везде Участвует В квантовой Теории Постоянная Планка Которая Имеет Некое Конкретное Значение Но Мы Обозначаем Символом H И Можем Рассматривать H Когда H Это некое Конкретное Число Это Квантовая Теория H Стремится К нулю Это Квазиклассический Предел Это Когда Квантовая Механика Переходит В классическую И Когда Здесь Напишем Единица На H И Как И По-хорошему Надо Здесь написать Знак Минус И Здесь Надо Написать Знак Минус И У вас Получается Как бы В этой Формуле Знак Минус То Получается Действительно Функция Если С Считать Что Это Положительная Величина Естепени Минус С Как-то Убывает Как-то Надо Определить Меру А точнее Надо Определить Все Вместе Это Есть Некая Мера На Пространстве Метрика И Есть Надежда Что Это Интеграл Даст Конечную Величину На Физическом Уровне Строгости Мы Знаем Что Это Конечная Величина Такая Конечная Величина Существует Сам Очень Интересный Вопрос Я считаю Фундаментальный Это Понять Что Этот Объект И Почему Но Что Можно Сделать Можно Посмотреть Что Происходит Когда Аш Стремится К нулю Считая Что Этот Интеграл Определён И Тогда Мы Просто Применяем Метод Лапласа Метод Перевала Мы Можем Посчитать Что Вклад Главный Вклад При Аш Тремящийся К нулю Вносит Критические Точки А Критические Точки Это Будут Те Поля Фи Удовлетворяет Поля Фи Удовлетворяет Уравнение Льювиля И Тогда Мы Вычисляем Критическое Значение Значение Функционала С На В Критической Точке Вычисляем Критическое Значение То есть Критические Значения Появляются Как Квазиклассика В квантовой Теории Это Первое Определение Значит Следующий Шаг Это Что Это Не просто Мы Определяем Меру Произвольно Эта Мера Должна Удовлетворять Свойства Конфортной Инвариантности Причем В прямом В четком В физическом Смысле Это четкое Утверждение В математическом Смысле Оно должно Проявляться В бесконечном Наборе Тождеств На эти Корреляционные Функции Каждая Корреляционная Функция Есть интеграл И мы Эти интегралы Значит Чем у нас Параметризуются Корреляционные Функции Корреляционные Функции Параметризуются Весами Во-первых Они параметризуются Числом Н Три Четыре И так далее Для каждого Н Мы можем Брать Произвольные Альфа Между нулем И единицей Можно Можно И выходить Дальше В комплексные Альфа На самом деле Но это Я для простоты И особыми Точками На сфере Все особые Точки Различны 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 И тем самым У нас есть Трехточечные Корреляционные Функции Четырехточечные И так далее Примарных Полей Чтобы Описать Комфортную Симметрию Нужно Сделать Еще один Шаг Нужно Ввести То что Физики Называют Тензором Энергии Импульса Который Ввел Пуанкаре Тензор Энергии Тензор Энергии Импульса И тогда Комфортная Симметрия Будет Выражаться Как Соотношение Между Различными Корреляционными Функциями И эти Соотношения Если вы Построите Меру Надо Проверить И тогда Будет Четкое Утверждение Что Действительно Построено Что Будет Построена Квантовая Теория Люви А мы Теория Фи Фи З Я так Обозначаю Частной Производной Минус Одна Вторая Фи З В квадрате В чем Смысл Этого Тензора Энергии Импульса Что если Что если Фи Есть решение Леувиля Решение Леувиля Леувиля На Сфере С Сингулярностями В Точках З З З Сингулярности Эти полюса Второго Порядка Но это Так В сторону А Значит Тогда Конфорная Симметрия Это Надо Сформулировать Очень Конфорная Симметрия Теории Леувиля Эквивалентно Или По Определению По Определению По Определению Есть Набор Так Еще Один Жар Слово Так Называем Тождеств Уорда Это Не Майкрософт Уорд А это Уорд Человек Тождества Уорда И Я приведу Одно из них Это Тождества Уорда Они Означают Мы Рассматриваем Корреляционные Функции Примарных Полей И Вставок Тензора Энергии Импульса Тогда Тождества Уорда Есть Одноточечные Тождества Уорда Двухточечные И так Далее Но Реально Надо проверять Для Одноточечных Сейчас я напишу Простейшее Тождество Уорда Что? По-моему Так Ахаши Уорда Славного Уорда По-моему Через Вот Надо Посмотреть Книжку Славного Фадеева Уорда Уорда Тождество Уорда Имеет Такой Смысл Давайте Обозначим Это Произведение Т От З Давайте Обозначим Это Коррелиционная Функция Где у нас Есть Н Примарных Полей И Один Тензор Энергии Импульса Тензор Энергия Импульса Это Не Примарное Поле Это Как Тензор Другого Типа Вообще По-хорошему Это Квадратичный Дифференциал А еще Точнее Это Проективная Связность На римных Поверхностях Имеет Такой Геометрический Смысл Но Слово Тензор Такое Общее Оно В себя Включает Все Что Угодно Можно Называть Тензор И Тогда Тожество Ворда Связывает Коррекционные Функции С Одним Тензором Энергии Импульса Они Выражаются Через Коррекционные Функции Просто Примарных Полей Применением Некого Дифференциального Оператора Дифференциальный Оператор Устроен Так Где Стоят Дельта Ит З Минус З Ит В Квадрате Плюс Частные Производные По Особым Точкам З Минус З Ит Давайте Я Это Произведение Примарных Полей Обозначу Одной Буквой Просто В Рукописная От Альфа Чтобы Альфа Это Мультииндекс И Надо Это Дифференциальное Выражение Это Что Такое Стоит Просто Функция С полюсами Второго Порядка Полюса Первого Порядка Дифференциальный Оператор Дифференциальный Оператор Первого Порядка От многих Переменных Примененной Корреляционной Функции От От Этих Дельта Альфа Дельта И Дельта От Альфа И Где Дельта Дельта Альфа Это Конфорная Размерность Размерность Поля Дельта Альфа Дельта Альфа Альфа Есть Альфа 2 Минус Альфа Что В таком Стиле Но Главное Здесь Нужно Не только Построить Меру А Такое Семейство Мер Пространство Всех Сингулярных Метрик С Произвольными Сингулярностями Построить Семейство Мер На каждом Из таких Пространств И так Чтобы Соответствующие Корреляционные Функции Были связаны Такими Дифференциальными Выражениями Что Можно Доказать Можно Доказать Строго Что Эти Тождества Ворда Это И другие Всевозможные Тождества Ворда С двумя Тензорами Энергия Импульса И так далее Выполняются В теории Возмущения Если мы Разложим Несуществующий Интеграл По методу Перевала Формальный ряд По степеням H Когда H Стремится к нулю Мы разложим Формальный ряд Метод Перевала Перевала Дает Формальный Формальный Ряд По Степеням Степеням H Никогда не сходится Конечно Формальный ряд И можно доказать Что Тождества Ворда Выполняются При каждой Степени H Но самое Интересное Что При нулевой Степени H Самый Квазикластический Предел Это Тождество Ворда Совершенно Нетривиально Тождество Ворда Тождество Ворда Дает Тождество Ворда Решает Проблему Решает Проблему Аксессорных 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 Параметров Это Для Фуксовых Для фуксовых Уравнений Для фуксовых Уравнений Эту проблему Поставил Пуанкаре Как подобрать Некие Параметры Он называл Аксессорными Вспомогательными Уравнений Фукса Так Чтобы группа Монодромии Была фуксовой Группой Которая Униформизовывала Данную Римную Поверхность Все это Из Мемуарии У Пуанкаре И вот Если Это Тождество Ворда Записать В таком Виде Как сделал Поляков И высказал Гипотезу Что есть Некая Формула Которую Петр Зогров Связывает Аксессорные Параметры С классическим Действием Уравнения Леувиля Тем самым Это дает Доказательство Тождества Ворда В самом Первом Приближении В первом Члене Если Нарушается В первом Члене Дальше Можно Не рассматривать И можно Это проверять Дальше Во всех Порядках Теории Возмущения Это Мы сделали Значит Это Зогров Во всех Порядках Моя студентка Лейпенко Тио Мы с ней Это доказали Во всех Порядках Теории Возмущения Надо просто Раскладывать Диаграммы Феймана Такая чистая Нумерология Но Утверждение Такое Что Толчества Ворда Верны В формальном Смысле И их Доказательства В общем Это Самая Главная Проблема В теории Леувиля Математическая Задача Задача Первая Вести Определить Корреляционные Функции Вторая Задача Доказать Что Они Удетворяют Тожество Ворда Это Один из Подходов Квантовой Тиории Леувиля Но На самом деле Здесь Чудес Еще Больше И Сейчас Следующая Задача И Следующий Уровень Сложности Состоит в том Как устроены Корреляционные Функции Пока Мы ничего Про них Не знаем Мы Просто Их Определили И сказали Что Разные Корреляционные Функции Связаны Соотношениями Н Точечная Связана Н Плюс Одна Точечная С Тензом Энергии Импульса Выражается Через Н Точечную А вопрос Теперь Самый Простейший Случай Это Трехточечная Корреляционная Функция Трехточечная Значит Н равная Трем Н равная Трем Берем В Альфа Один От З Один В Альфа Два От З Два В Альфа Три От З Раз есть Комфортная Инвариантность Мы можем Смело Положить Эту точку Равную Нулю Эту Равную Единицу Эту Равную Бесконечность И вообще Зависимость От особых Точек Исчезает Получается Констант С Которая Зависит От Трех Зарядов Это Так Называем Так Называем Структурные Структурные Константы Константы Операторные Алгебры Операторные Операторные Алгебры Опять Жаргон Но они Имеют Смысл Структурных Констант Алгебры Ли Это только Не алгебра Ли А операторные Алгебры Которые участвуют Операторные Разложения Но смысл Ее в том Что Это Некая Нормировка Что Тут мы Когда мы Рассматриваем Примарные Поля Они у нас В каком-то Смысле Нормированы Потому что Есть поле Уже Е в степени Фи Задано И поле Е в степени Альфа Фи Уже У нас Все определено Есть Некая Нормировка Для этих Структурных Констант Существует Формула Дорн И Отто И независимо Замолодчиковы Братья Замолодчиковы Замолодчиковы Дали формулу Эвристическую формулу Для этих Структурных Констант Которая Имеет Очень Нетривиальный Вид Выражается Через Произведение Квантового Делогарифма Точнее Квантовых Аналогов Гамма Функции Барнса Есть Некая Явная Формула Которую Я даже Не буду Писать Потому что Это Есть В работе Замолодчиков 1996 Года Все ссылки Можно найти Конечно Все это Есть В архиве Но Утверждение Такое Что Следующий Этап Нетривиальный Первый Этап Это Построение Теории Льювили Следующий Этап Вычисление Интегралов Это Как в Теории Меры Как мы Учим Теорию Интеграла Нас Учат Как определить Меру Лебега И как Определить Интеграл И что Интеграл Обладает Рядом Замечательных Свойств Которые Мы все Знаем Но Теперь Нам Надо Вычислить Конкретный Интеграл И вот Замолодчиков Утверждает Что Этот Интеграл Который Мы Написали Что Это Коррекционная Функция Трехточная Коррекционная Функция Вычисляется Явно Через Некие Объекты Ну скажем Типа Гамма Функции Но Чуть Более Сложно Значит Подход Замолодчиковых Абсолютно Эвристический Он основан На связи С кулоновским Газом На неких Разложениях Это совершенно Не математический Подход Если Мы Определим Меру На пространстве Случайных Метрик То Следующий Этап Это Вычисление Этого Интеграла Значит Я могу Тогда точно Написать Формулу Чтобы Действительно Вы Убедились Формула Значит Что С одной Стороны Интеграл Для Н Равного Трех Трем Единицы На А По Всем Сингулярным Метрикам Н Равно Трем Дэфи Есть Струк От Альфа 1 При этом Альфа 1 Альфа 2 Альфа 3 Есть Структурная Константа Это Определение И это Есть Произведение С точностью До Коэффициента Некого Водится Такой Объект Это Буква Й Заглавная Это Аналог Квантового Точнее Куаналог Квантового Куаналог Делогарифма Или Гамма Функции Барнса Альфа 1 Плюс Альфа 2 Плюс Альфа 3 Минус 2 Здесь Это не гамма А такая буква Й Как пальма Альфа 1 Плюс Альфа 2 И Еще Два Фактора Сюда Они Взнаменатели Гамма Это Й Альфа 2 Плюс Альфа 3 Минус Альфа 1 И Последний Такого же Альфа 3 Минус Альфа 3 То есть Здесь Всевозможная Сумма Сумма 2 Минус 3 Это Аналог Формулы Эйлера Для Бета Функции Следующее Точное Утверждение Вычисление Интеграла По Функциональном Пространстве Но это Еще Только Начало Самая Интересная Вещь Это Связь Между Четырехточечной Корреляционной Функцией И Трехточечной Есть Замечательная Формула Которая Эти Два Объекта Связывает Я ее Напишу И на Этому И Остановимся Тем Самым Я Вам Перечислил Все Нерешенные Задачи В Квантовой Теории Люжи А Что Решенное Очень Простое Что Я бы Мог Рассказать Чем Мы Занимались Зографом И С Липенки Сейчас Мы Занимаемся Зографом Именно Изучаем Квазиклассический Предел Связи Между Двухточечными Четырехточечными И Трехточечными Коллекционными Функциями Я просто Значит Рассмотрим Следующий Объект Берем Коллекционную Функцию Четырех Примарных Полей У нас Есть Четыре Альфа И четыре Точки Три Из них Загоняем В 0 1 Бесконечность А четвертая Точка З Четвертая Точка З Альфа 4 От Бесконечности Вот Это Четырехточечная Корреляционная Функция Явно Ее Вычтеть Нет Никакой Надежды Потому Что Четыре И Выше Но Зато Есть Связь Между Ней И Трех Между Утреждения Такое Это Называется Конформ Это Бут Страп Это Обычно Записывается Такой Некой Диаграммой Вот Неважно Это Выражается Как интеграл Как интеграл От Минус До Плюс Бесконечность Обычный Интеграл Тут Стоят Структурные Константы Альфа 1 Альфа 2 Потом Здесь Как бы Это Вот так Надо Понимать Альфа 1 Альфа 2 Альфа 3 Альфа 4 А здесь Стоит Примежуточный Импульс П По которому Нужно Интегрировать И причем Интегрировать Так Это в комплексной Области Здесь стоит Единица Плюс Альфа И Пи Поделить На Аш Умножить На такую же Константу Альфа 3 Альфа 4 Единица Минус 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 И Пи Поделить На Аш Аш Это константа Планка И еще Надо Умножить На некий Объект Который Определяется Вот таким Объектом Некая Голоморфная Точнее Аналитическая Функция Светвления Которая Зависит От всех Вес Конформных Весов Зависит От Единицы Плюс П В квадрате Зависит От З По Д Д П Вот Эта Формула Выражает Факторизацию Это Квантовая Теория Льювиля Самая Сложная Модель Конформной Теории Поля Самая Простая Модель Это Модель Изинга Вообще Минимальные Модели В минимальных Моделях Вообще Примарных Полей Конечное Число И этот Интеграл Есть Просто Сумма Конечная Сумма И там В минимальных Моделях Структурные Константы Известны И эти Голоморфные Функции Ф Рукописные Которые Зависит От весов От Примежуточного Импульса И от Особой Точки З Это Конформный Блок В минимальных Моделях Выражается Через Решение Гипергеметрического Уравнения Например Здесь же Это Самая Сложная Формула Потому что Она Нужно Участвует Объект Конформный Блок Который Определяется Только Через Теорию Представления Через Алгебру Верасора С одной Стороны Как Некое Формальное Выражение А с другой Стороны Этот же Объект Возникает Как Функция От переменной Z И P По которому Идет Интегрирование И тем самым Геометрический И аналитический Смысл Этой Формулы Это Полная Загадка Потому что Даже Если мы Построим Все эти Меры И докажем Эти Торжества Ворда Это Следующий Этап Это Как бы Факторизация Некого Объекта На произведение Голоморфного И антиголоморфного Но Как бы Здесь Обычно Бывает Сумма Сумма Двух Слагаем Здесь Бесконечный Интеграл И вот Даже Понять Эту формулу На евристическом Уровне Через Вот Интеграл По случайным Метрикам Которые Я писал И это Представляет Нерешенную Задачу Физики Просто это постулируют Говорят так Что нам известны Все Примарные Поля Нам есть Структурные Константы Поэтому Так должно Быть Если мы Верим В аксиомы Конформной Теории Поля Если мы Верим Мы так И пишем Значит Вот Самое И вот Мы как раз Сейчас Этим Занимаемся Что Этой Функции Ф Это Конформный Блок Конформный Блок Его Квазиклассический Предел Имеет Очень Интересный Геометрический Смысл Последнее Что я скажу Что его Квазиклассический Предел Конформного Блока Есть Производящая Функция Канонического Преобразования От одних Координат На ко Касательном Пространстве К пространству Техмюра К другим Это как бы Производящая Функция Для Канонического Преобразования Координат Дорбу К комплексным Координатам Фенхеля Нильсона Вот И пожалуй На этом Я закончу Спасибо Спасибо Спасибо